Мы на месте. Мы приветствуем Игию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она от кого-то отмахивается, как муха вокруг нее летает большая. Сила моего намерения. Эта муха летит в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на счет три скэнер-скэнера пространства над головой Игии под ногами 360 градусов вокруг нее. Три скэнер-скэнера систем тонких тел Игии находит все. Небольшой арахноид на голове. Рептилоид. Два Грея. Инсектоид. Ибез. Чья это муха? Два Грея. Грея. Что это такое вы устроили здесь? Назойливые мысли. Серьезно? Какой у нас биосфера? Восемь. Сколько находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Даю команду тонкой копии. Игии спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкой аббрационной энергии в ее биополе, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сними, пожалуйста, маски-голограммы с арахноида. Он какой-то необычный, как муравей. Я ему сейчас предлагаю добровольно снять с себя маски, или я просто сожгу его в этой клетке. Он мимикрирует. Хорошо. Он сам хотел. Направляю на него печать семи архангелов. Удар. Но это арахноид. Хорошо. Уменял форму он. Ты со мной решил поиграться, арахноид? Это его защитная оболочка. Меня не интересует. Ты должен был предстать согласно своему эфирному коду ДНК. Если ты еще раз осмелишься такое здесь сделать, или ответь мне неправильно, ты уйдешь в галактическое ядро, а не на свою чистоту. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Что у нас еще? Ничего, реверс идет. Ждем. Ему грязь. На голове как еще две дополнительные головы был сверху. Хорошо. Ты сегодня уйдешь точно не на свою чистоту. Итак, сколько ты находился арахноид в этом биополе? 14 лет идет цифра. 14 лет. Понятно. Значит, перешел все границы. Наплевать тебе на законы мироздания. Я тебе скажу, что законы мироздания наплевать на твое мнение, что ты о них думаешь. Они действуют для всех. Даже для арахноидов. Даже для самых отмороженных арахноидов они действуют. Законы действуют для всех. 14 лет ты им мешал. У тебя есть контракт на эти действия? Нет. Если у тебя есть контракт, хорошо, значит тебя ничего уже не спасет. Будешь отвечать по полной строгости. Рептилоид 2-Грея. Сколько вы находились в этом биополе со своей конструкцией? 3 года. Какая цель вашей подключки? Эксперимент. Эксперимент. Меня не интересуют эти слова. Меня интересует конкретный ответ. Если ты мне сейчас начнешь выдумывать варианты, у меня нет столько времени, я тебя слушать не буду. Я тебя сразу приступлю к наказанию. Последний раз спрашиваю. Цель вашей подключки? Запутать человека, поглощать его энергии, распределять их по определенным колбам, насыщать и переправлять свои цивилизации. Хорошо. Идем дальше. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? Он больной. Он чихает. Он 4 года. Такое ощущение, что он разлагается. Что это сегодня такое, я не понимаю. Хорошо. И без, сказал он 4 года. Ревер закончился, да, Вера? Да. Скэнер просканирует сейчас ЭГИЮ на частотах рептилоида и двух ГРФ. Отключи эту подключку, которая стоит в ее биополе, до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки. Проверь это все. И как все выйдет, с силой моего намерения отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. У меня на голове водок. И вот эта муха, она с таким как проволокой присоединена, и она как в круге делает вокруг головы, спускается ниже руки до пояс примерно, как назойливые мысли кругами вокруг нее кружат. Создают определенные как торсиновые поля, такие круглые, вокруг нее негативные, холодные. Это уже чуть дальше, чем обыкновенный отток энергии, воровство энергии. Вы перешли уже на более серьезный уровень ответственности. Вы за это будете отвечать? В роли оттока энергии нужно создать определенные условия постоянного напряжения. День и ночь мысли должны крутиться и работать, чтобы продюсировать эту энергию, нужную нам. Понятно. А как ты думаешь, эта муха будет работать в вашем биополе? Она непригодна для нашего биополя, так как у нас разные энергии. Абсолютно верно. И тем не менее, ты ошибаешься, она пригодна для вашего биополя. Будет после перепрограммирования. Мне это стоит всего 3 секунды времени. Итак, реверс закончился, да, Верочка? Да. Устанавливали фильтр... Подожди, конструкция вышла? Конструкция вышла. Отлично. И выстраиваю от ЭГИ конструкции прямой канал. ЭГИ отдает реверсам в эту конструкцию все негативное, патогенное, низкоэббрационное, чужеродное, которое она получила от этой конструкции. Мощным потоком все пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. У меня поток вопросов, мысли идет туда. Конечно. Без остановки. Вот это и есть, это как раз вещь, да. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. ЭГИ забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Есть в этой конструкции, возвращается такое, как умиротворение, спокойствие. Вот именно это они и воровали. Улыбка. Да. Расслабленность, я бы сказала. Все то, что они не имеют. Вот это они и воруют. Готово. Начинаем с беса. Бес. Где лярва находится в этом биополе? У меня не живота лярва. От чего? От инсектоида. У него какая-то жидкость неприятная там. Инсектоид, что с тобой такое? Ты что, решил здесь разлагаться в этом биополе? Или как мне это понять? На ком основании ты захватил это биополе, инсектоид? Как это сок. Он у нее берет сок и оставляет свой. Яд оставляет свой. Понятно. Хорошо. Бес. Значит, сделаем так. Выходи сейчас, снимай все свои подключки на месте. Доложи, что ты убрал все. Хочешь лярву получить? Хочу. Я тебе дам отдельную команду. Как закончить, доложи. Приступай. У него как ходули на ногах. А что ты с ходулими? Он ее тормозил. А, ну понятно. Далеко не уйдешь на ходули. Она с трудом все делала. То есть она могла делать быстрее, но он ее как придерживал ходулями. Она вырабатывала энергию, и эту энергию он потом питался. Да, ей нужно было больше сил, чтобы двигаться. Больше желания. Что-то она делала через силу. Этим всем она питалась. Он снял. Хорошо, разрешайте забрать все лярвы. Забирай ничего, не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Готов. Если кто-то, выходи, вытаскивай, что у тебя там осталось, все крепления, всю жидкость, весь свой яд. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена, говорю для всех, скэнером, несколько миллионов герц. Если вдруг хоть проводок останется, хоть что-то останется на вашей чистоте, существует высокая вероятность, что вы сгорите по каналам. Поэтому все, вытаскивайте. Я вас предупредил. У него такое ощущение, что как пробирки установлены там в нескольких местах. Желудок, поджелудочные соки какие-то он собирает, а сам находится внизу живота со своей жидкостью. Он делает обмен, как капельницы себе ставит. У меня просто слова нет. Хорошо. Вернулся? Да. Грей, что-то осталось на вашей чистоте, а ну проверьте. Нет. Арахноид, выходи, снимай всю свою паутину, все, что я оставил в ее биополе за все эти годы. Игулки вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Бес, ты присутствуешь в квартире? Да. Хорошо. Поэтому сегодня я тебя после чистки отправлю в квартиру. Кто еще присутствует в квартире? Рептилоиды в игре есть платы свои, да? Да, есть платы, они показывают где. Понятно. Арахноид присутствует? Арахноид тоже есть в квартире. Инсектоид не присутствует. Хорошо. Не сам арахноид, его потомство. Он не сам? Значит, его потомство, значит, оно самостоятельное. Он там не нужен. Он здесь, в этом биополе, он сейчас снимает сегодня по плечам, голова, все покрывало такое, сплетено. Как она испытывала твои подключки, арахноид, на физическом плане? Что она чувствовала, когда ты начинала на нее воздействовать? Ну, у нее перекрыты чакры. Распространяются на этих энергиях, которые идут по чакрам, он их на 60% забирает, эти энергии. Ну, вот это как раз и есть то описание. В правом плече такое ощущение, что кто-то сидит на мне сверху. Отсюда напряженные мысли, ноющая боль. Твоя работа, арахноид? Напряженные мысли – это конструкция муха. Все остальное – это его. Иногда дышка, давящие ощущения в шее и горле. Кто у нас на горле сидел? Там плечи больше идет, накидка арахноида плотная. Хорошо. Инсектоид, это твоя была идея кушать сладкое? Не знает он ничего об этом. Все, что перерабатывалось в сок, он менял. Вкус иногда менялся. Хорошо. Он снял все арахноид. Итак, он все снял. Даю команду на рассинхронизацию и гея с арахноидом, рептилоидом, двумя греями, их конструкцией мухой, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готов. Хорошо. Включаю внутренний белосвет и гея этим светом. Она выдавливает из себя все негативное патогенное, низкое абрационное, чужеродное, находящее в ее биополе. У нее как фантомные какие-то ощущения выходят от арахноида, потому что он дольше всех был. Готов шар. Открываю, подниму воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Иду и команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, бес. Я отпускаю тебя сейчас в квартиру. Собираю все, что ты там оставил. Я приду, проверю. После этого ты мне покажешь все порталы в этой квартире. Я их закрою. После этого я соберу тебе в дорогу весь негатив. Устраивает? Да. Открывается портал в квартиру Эгии. Один, два, три. Бес уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь инзиктоид какой-то полуразлагающийся, который капельницу сделал из души. Рептилоид с двумя греями, с конструкцией и мухой, которая тысячу и миллионы мыслей человеку давала. И арахноид, который почти захватил биополе 14 лет. Сидел в этом биополе. Посмотри, пожалуйста, кто из них для тебя составляет интерес. А мы заберем арахноида. Мы заберем греев. Рептилоида я отправлю в квартиру. И инзиктоида. Я не понял, что он там творил, но он творил что-то страшное, этот инзиктоид. Когда они заканчивают свою жизнь, они нашли в биоработе человека определенную эссенцию, которая помогает продлить им эту жизнь. Секреция желудочного сока. Но это запрещено. Дает им определенные вибрации для продолжения своей жизни. Понятно, цепляется. На земле тоже много, что запрещено. Но люди питаются определенными энергиями. Я не знаю, люди это или не люди, которые питаются этими энергиями, о которых ты говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это все, конечно, днище, как у нас говорят. Принесли не люди, но питаются люди. Пробуют все. Все хотят молодости. Цена будет слишком высокая. Будет. Я лишь провела параллель, чтобы вы понимали, как это работает. На земле тоже это происходит. Благодарю. Мы забираем троих. Благодарю. Два игры. Арахноида. И инсектоида. Хорошо. Рептилоид. Я тебе сейчас открою канал в квартиру. Собирай все, что ты там оставил. Я приду, проверю. Отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывается канал в квартиру Эгии. Рептилоид уходит в этот портал. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Под конструкцией муха, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Эгии. Генерированная проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На нее вышел фантом. Здесь как два круга. Один вверху, другой внизу. С разными энергиями, плотными. Хорошо Эгия. Готовы сбросить эти энергии? Как тяжесть. Готово. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывая печат и растворяем. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо Эгия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я такая яркая и вибрирую положительными вибрациями. Я буду защищать свои энергии. Обязательно. Это самое главное вообще, наверное, в вашей работе. Перед тем, как вы соприкасаетесь с другими энергетическими полями, поставить себе защиту. В противном случае сущность смотрит на вас, смотрит на того человека, которого вы, к примеру, массажируете и понимает, что у вас намного больше энергии и намного легче к вам подключиться и перепрыгивает. Им это не составляет большого труда на расстоянии нескольких метров. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот-душа и чуть позже почистим вашу квартиру.